Привет любителям удивительных фактов! Сегодня вы узнаете самые удивительные факты о левшах. Сегодня левши не считаются какими-то особенными людьми, хотя на протяжении долгого времени человеческое общество не особо симпатизировало леворуким. Садитесь поудобнее и смотрите множество самых удивительных фактов о левшах. Леворукость раньше считалась серьезным физическим дефектом, но еще более подозрительным были все действия, связанные с левой стороной. В средневековье, если кто-то заметил, что женщина трогала скотину левой рукой, мог обвинить ее в том, что она является ведьмой. А уж если кто-нибудь видел, как обвиняемая обходила справа налево чей-нибудь дом, а дом этот вскоре сгорел, то вина несчастной считалась практически доказанной. Согласно некоторым историческим хроникам, чуть ли не решающую роль в решении судей о сожжении Жанны Дарк сыграло то, что она была левшой. До сих пор во многих частях света детей левшей карают за их попытки пользоваться удобной для них рукой. Исторически сложилось так, что леворукость воспринимается как признак дурной привычки, неврозов, пунтарства и склонностей к криминалу. Бостонский душитель, Джек-потрошитель и Усама Бен Ладен левши. Совпадение? Не думаю. Согласно нескольким источникам, леворукие живут лет на 9 меньше своих праворуких собратьев. Жизнь левшей связана со многими бытовыми трудностями. Если левше надо провести по 20-сантиметровой линейке линию 3 сантиметра, то приходится сначала напрячь мозги, вычесть 3 из 20, а потом вести линию от 20 до 17. Правша просто проводит линию от 0 до 3. Или, например, попробуйте левой рукой подвести стрелки механических часов. Для этого надо часы перевернуть вверх тормашками. Количество левшей все время сокращается. В каменном веке их было 50%, в бронзовом 25%, а сейчас всего 5%. Около 2,5 тысяч левшей умирают ежегодно в результате несчастных случаев, связанных с использованием предметов, предназначенных только для правшей. В экстремальных ситуациях, в состоянии сильного утомления или стресса, когда в считанные секунды нужно принять решение и действовать, левша, даже переученный, всегда будет инстинктивно действовать левой рукой. Известен случай, когда летчик левша погиб из-за того, что не смог вовремя нащупать кольцо для раскрытия парашюта, которое находится справа. А каково, к примеру, милиционеру левше, если у него по уставу кабура должна висеть справа? Люди, кроме руки, имеют также такие доминирующие стороны тела, как глаз, нога и ухо. Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо. Существует две теории, объясняющие, почему обручальные кольца носят на левой руке. По одной из них, древние египтяне носили его так, чтобы оно было ближе к сердцу, несмотря на порочность этой конечности. По другой теории, древние римляне надевали его на левую руку, чтобы уберечься от зла, исходящего от левой руки. Исследования утверждают, что леворуким легче переучиться на правшу, нежели праворуким на левшу. Среди левшей больше мужчин, нежели женщин. Японец, обнаруживший, что его жена больше склонна действовать левой рукой, мог развестись с ней, как если бы у нее обнаружили какой-нибудь физический изъян. Такое отношение к левшам сохранилось в Японии и по сей день. Если родители или педагоги замечают, что ребенок орудует левой рукой, а не правой, его тут же бросаются переучивать. Правда, истинные левши не утрачивают способность пользоваться привычной для себя рукой и охотно это делают, когда их никто не видит. 13 августа – Международный день левши. Не забудьте поздравить всех своих леворуких друзей. В США левши с высокой успеваемостью в учебных заведениях могут получить специальную стипендию. 14. Женщина, вынашивающая ребенка в 40 лет, имеет в 128 раз больше шансов родить левшу, чем 20-летняя. 15. Выяснилось, что ген ЛРР-ТМ1 отвечает за то, какая рука будет ведущая. 16. Спиральные лестницы в средневековых замках всегда закручены по часовой стрелке. 16. Это очень просто объясняется. Поднимающимся рыцарям, держащим меч в правой руке, гораздо труднее вести бой, чем обороняющимся рыцарям-правшам. 16. Система хороша, но не учитывает случая, когда наступающий рыцарь – левша. 17. Впрочем, строители замков были уверены, что среди нападающих рыцарей левшей не будет. 17. Левши считались связанными с дьяволом, и левша просто не мог стать рыцарем. 18. Хотите узнать еще больше удивительных фактов? Тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. 18. Впрочем, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии.